Московский Патриархат разорвал общение с Константинопольским Патриархатом. В чем суть разногласий? Первое. Константинопольский Патриархат является одной из 15 поместных православных церквей, каждая из которых полностью независима во внутреннем управлении. Это независимость на церковном языке называется автокефалией. Все автокефальные церкви и их главы равны между собой. Однако Константинопольский Патриарх утверждает, что он обладает особыми привилегиями. Если раньше считалось, что он первый среди равных, то теперь утверждается, что он первый без равных. С этим мы не согласны. С нашей точки зрения он обладает лишь почетным первенством, которое не дает ему никаких преимуществ перед другими главами церквей и никакой власти над ними. Это почетное первенство он получил в силу стечения обстоятельств. В первом тысячелетии первым среди глав церквей считался епископ Рима. Но после разрыва отношений между Римом и Константинополем в середине XI века первенство в семье восточных церквей перешло к патриарху Константинополя. На Западе развелась система папства, а на Востоке ее никогда не было. Почетное первенство не дает Константинопольскому патриарху никаких папских полномочий и никаких привилегий по отношению к другим церквам. Второе. Константинопольский патриарх считает себя высшей апелляционной инстанцией не только в своей собственной церкви, но и по отношению к другим церквам. То есть, если, например, какой-то епископ или священник был наказан в своей церкви, но хочет оспорить наказание, он якобы может обратиться в Константинополь, и решение, которое там принято, будет окончательным. С этим мы не согласны. Процедура церковного суда начинается и завершается внутри той поместной церкви, к которой принадлежит подсудимый. Третье. Константинопольский патриарх считает, что имеет право восстановить в сане лиц, которые не имели законного рукоположения. В православной церкви епископом может стать только священник, которого рукоположат двое, трое или более епископов. Апостолы рукоположили первых епископов, те рукополагали своих преемников, и так непрерывная цепь рукоположений дошла до епископов нашего времени. Это называется апостольским преемством. Однако бывают самозванцы и самосвяты, которые лишь выдают себя за епископов, но в действительности настоящего рукоположения не имеют. Так вот, Константинопольский патриарх считает, что он имеет право объявлять самосвята, действительным епископом. Мы с этим категорически не согласны. Самосвят остается таковым вне зависимости от решений, принятых в Константинополе. Четвертое. Бывают случаи, когда тот или иной епископ становится раскольником, и его лишают сана. Это решение принимается в той церкви, к которой он принадлежит. Но Константинопольский патриарх утверждает, что он вправе пересмотреть такое решение и объявить его недействительным, а утратившего сам бывшего епископа восстановить в сане. С этим мы тоже категорически не согласны. Пятое. Константинопольский патриарх считает, что имеет право объявлять группу раскольников православной церковью, а реальную православную церковь объявлять несуществующей. На Украине есть православная церковь, возглавляемая митрополитом Киевским и всея Украины Ануфрием. В ней более ста епископов, более 12 с половиной тысяч приходов, более 250 монастырей, много миллионов верующих. Это самая многочисленная религиозная конфессия на Украине. Но ее Константинопольский патриарх как бы упразднил рощерком своего пера, а ее права и имущество пытается передать раскольникам. Эти разбойнические деяния мы категорически не приемлем. Шестое. Константинопольский патриарх утверждает, что только он имеет право предоставлять автокефалию той или иной церкви, в том числе путем насильственного отторжения ее от своей матери церкви. С этим мы также категорически не согласны. В истории были разные способы провозглашения и предоставления автокефалии отнюдь не только константинопольским патриархам. К тому же на межправославном уровне был уже подготовлен документ о том, что в будущем автокефалия будет предоставляться только с согласия всех поместных церквей. Этот документ Константинополь теперь полностью игнорирует. Седьмое. Константинопольский патриарх утверждает, что имеет право в одностороннем порядке отменять акты, имеющие правоустанавливающее значение. В частности, в 1686 году Константинопольским патриархом Дионисием IV и Синодом Константинопольской Церкви был подписан акт, подтверждающий пребывание Киевской митрополии в составе Московского патриархата. Однако в 2018 году, то есть более трехсот лет спустя, Константинополь в одностороннем порядке этот акт отменил, заявив о том, что якобы Московский патриархат насильственно удерживал Украинскую Церковь в своем составе. Это деяние воспринимается в Русской Церкви как разбой, а вторжение Константинополя на Украину как попрание основополагающих норм, на которых веками строилась система сосуществования православных церквей. Восьмое. Константинопольский патриарх претендует на эксклюзивное право управления всей так называемой диаспорой. На основании теории, изобретенные в 1920-е годы, он утверждает, что все православные епархии и приходы, находящиеся вне границ поместных православных церквей, должны якобы принадлежать ему. Под понятие диаспоры при этом попадает вся Западная Европа, обе Америки, вся Азия, Австралия и Океания. На этих территориях у Русской Православной Церкви более тысячи приходов, много приходов и у других православных церквей. Но Константинополь хочет их все присвоить. С этим другие церкви, имеющие приходы в диаспоре, не согласны. Девятое. В диалоге с иными христианскими конфессиями, например, с католиками, Константинопольский Патриарх позиционирует себя как главу всей Православной Церкви. То есть, у католиков есть Папа, а у православных якобы те же функции исполняет Константинопольский Патриарх. Но Православная Церковь – это семья церквей, у каждой из которых свой предстоятель. Во вселенском масштабе у Православной Церкви только один глава – Иисус Христос. Это учение исповедовали все константинопольские патриархи до начала XX века включительно, в том числе в полемике с католиками. Но сейчас в Константинополе изобретено и проповедуется иное учение, которое разрушает самые основы православного понимания Церкви. Десятое. Константинопольский патриарх в последние несколько десятилетий, когда готовился Всеправославный Собор, был наделен определенными координирующими функциями с согласия других поместных церквей. Так, например, ему было дано право созывать всеправославные совещания и председательствовать на них. Но его права основывались исключительно на консенсусе Православных Церквей. Теперь же он выдает себя за инстанцию, которая может действовать без согласия Православных Церквей и даже вопреки их воле, в силу неких, доселе неизвестных привилегий, полученных чуть ли не от самих апостолов. С этим мы никак не можем согласиться. Пожелав быть первым без равных, Константинопольский патриарх утратил право координировать деятельность поместных церквей. Войдя в прямое сослужение с самосвятыми, самозванцами и раскольниками, он сам впал в раскол, а потому и для всей Русской Православной Церкви и для ее самоуправляемой части, Украинской Православной Церкви, стал персоной нон-грата. Он вычеркнут из диптихов нашей Церкви, то есть из официального списка глав церквей, и больше не имеет к нам никакого отношения. Ситуация эта не новая, и в прошлом возникали случаи, когда Константинопольский патриарх впадал в ересь или раскол. Тогда именно он оказывался вне православия, а не те, кто были вынуждены разорвать с ним общение. Мы молимся о вразумлении Константинопольского патриарха Варфоломея, о его возвращении на путь канонического православия. Но наша главная задача — укреплять единство многомиллионной Русской Церкви, объединяющей православных верующих России, Украины, Белоруссии и других стран. Не мы эту Церковь созидали, не нам ее разрушать. А силам, пытающимся ее расчленить или ослабить, мы будем давать достойный отпор. Константинопольский патриарх